Всем привет. Меня зовут Михаил. Я работаю в команде ВКонтакте. Конкретно занимаюсь инфраструктурными вопросами, вопросами медиа, аудио и в основном лайвами. Что такое лайв? В принципе, всем понятно. Кто-то транслирует что-то. Мы это показываем у нас на сайте. Кто-то может транслировать с телефона, могут транслировать со своего компьютера, даже стримить уже готовый файл. Тем не менее, мы должны это все отобразить. Иногда большое, иногда на маленькое количество пользователей. Сегодня мы поговорим про маленькое количество пользователей. То есть, как это отмасштабировать на миллион зрителей или на терабит потока, я сегодня не расскажу. Мы поговорим просто про то, как достаточно хорошо показать эту картинку, не испортить ее, унести после трансляции на хранилку. То есть, чтобы пользователи могли посмотреть запись лайва уже через день, через сутки, через двое в таком же качестве, как и во время трансляции. Так, какие вопросы мы обсудим? Во-первых, как были у нас устроены лайвы до того, как мы решили их рефакторить на Goal? Второй вопрос, который я хотел бы обсудить, это какие проблемы мы решали. Это важно, потому что без проблем мы бы, наверное, так и оставили. Работает и не трогай. Все было хорошо. Еще вопрос, это как мы выбирали решение, исходя из каких требований, и почему в итоге мы выбрали Goal? И в заключение скажем, какие задачи у нас получилось решить хорошо, какие не очень, какие очень хорошо. Это изначальная архитектура. Это нельзя назвать архитектурой в прямом смысле. Конкретно нагромождение кода на одном сервере. Ядро всех лайвов — это транскодер. Что такое транскодер? Когда к нам приходит поток, нам важно отдать его в исходном качестве, чтобы все зрители, которые смотрят наш лайв, видели его достаточно в четком разрешении, например, в виде высокой четкости. Но также нам важны зрители, которые смотрят лайв с мобилок, и для них нужно существенно понизить качество, так как канала у них обычно не хватает на, например, полное разрешение. Вторая важная часть — это PHP. PHP используется для коммуникации транскодера с основным сайтом, для реализации бизнес-логики, то есть это стат, остановка стрима, завершение, унос на серверах хранилок, для уведомлений. В общем, PHP, ВКонтакте — это важная часть. Еще одна часть — это Nginx RTMP модуль. Nginx RTMP модуль — это open-source решение, которое позволяет работать с входящим сигналом. RTMP — это протокол общения для передачи медиа. Мы его использовали, наверное, с самого начала. Иногда удачно, иногда нет. Состояние мы храним в MMCash в базе, используем FFMP для того, чтобы транскодить видео и, соответственно, склеивать его иногда. То есть, в принципе, обычные медийные вопросы. В принципе, все работает хорошо, но есть одно небольшое но. Это мое фото, когда я разбираю тикеты техподдержки. У нас есть большие проблемы с поддержкой. В чем они заключаются? Много составных частей. Из-за этого в большинстве случаев тратится несколько часов на то, чтобы разобрать существенный инцидент. Ну, наверное, максимальное время, которое пришлось потратить, это там 2-3 часа в сложных случаях. В простых случаях тратится 10 минут, но все равно времени очень жалко и не очень хочется этим заниматься, откровенно говоря. Итак, мы пришли к тому, что мы хотим что-то поддерживаемое в первую очередь и выбирали требования для этого. Что у нас есть? До 200 мегабит входящего потока на один сервер. Почему 200 мегабит? 200 мегабит – это примерно 200 стримов среднего или плохого качества или 40 стримов весьма хорошего качества. Больше нам не нужно, на одном сервере мы больше не сможем физически затрансходить. Вторая часть – это интеграция с бизнес-слойкой. То есть с основным сайтом, опять же, показ видео, количество зрителей, старт, стоп, приостановка стрима, чтобы зрителям все было видно, понятно, работает, не работает и так далее. Третий пункт, пожалуй, один из основных, почему мы вообще решились на эту авантюру – это минимизировать проблемы в эксплуатации и поддержке. Очень хотелось облегчить жизнь нашим админам в первую очередь, да и самим нам тоже. И в том числе помочь нашим саппортерам быстрее понимать, что произошло с лайвом и, соответственно, намного быстрее отвечать клиентам, если что-то пошло не так. Последнее требование – это быстрый прототип. Хотелось сделать что-то очень простое, запустить, посмотреть, как пошло, и, исходя из этого, уже принять решение, будем ли мы мигрировать дальше или необходимо еще раз остановиться и подумать. Выбор. Теперь из чего мы выбирали? Мы выбирали доработать Nginx RTMP. В принципе, это неплохой вариант, потому что Nginx RTMP – это очень популярная библиотека, это модуль Nginx, он поддерживается более-менее, к нему иногда присылают патчи, он не самого лучшего качества, и это модуль Nginx, наверное, это его самый большой недостаток. Если бы это было отдельным решением, возможно, мы бы его и выбрали. Второй вариант – это стороннее Java либо C++ решение. Естественно, open source, потому что мы хотели это поддерживать. Java – все сложно. У нас не очень большой опыт эксплуатации Java в продакшене, у нас не очень большая экспертиза по Java. C++ – все лучше. У нас есть опыт работы C++. Я сам писал примерно 7 лет на C++ до этого. У нас в компании достаточно много людей пишут либо на C, либо на плюсах. В принципе, это был хороший вариант. Мы стали перебирать возможные решения, мы не нашли приличного медиа-сервера. Так, чтобы и open source, и не было bloatware, и работало. Третий вариант – написать на одном из этих двух языков. Это мифический язык C++, либо такой же мифический язык GoLang. Думали, думали. В принципе, я относился к GoLang, Go, языку, как к плюсам, только более медленным. Мы посмотрели на производительность, посмотрели на те требования, которые у нас есть, и решили, что Go нам хватит с запасом, причем, возможно, и с десятикратным. Поэтому в итоге решили написать на Go. Разработка прототипа. Ну, основным плюсом прототипа было то, что он заработал. Из минусов он был написан в одну функцию. То есть это такая большая-большая функция main, которая крутилась, что-то там обрабатывала, отсылала, но что-то делала. Интеграция с основным кодом сайта через HTTP-запросы. То есть мы ходили в свой собственный сайт ВК через API и говорили, что у нас там стартанула такая-то трансляция, остановилась, перестала, покажи пользователям то, покажи пользователям это. Нет транскодинга. На первом этапе, на этапе прототипа, мы не задумывались про транскодинг, то есть про преобразование сигнала. Почему? В принципе, даже если он у нас не заведется вообще, даже сейчас, когда нам понятно, что он заведется, даже если бы он у нас не завелся, нас бы устроил отказ от всей инфраструктуры, кроме самого транскодера. Поэтому первый прототип мы даже не задумывались про транскодинг. Итоги по нашему прототипу. Примерно пару недель заняло переучиться на Go. Я до этого, как я уже сказал, писал на C++, потом я переучивался на PHP. Вот на PHP мне было переучиваться намного сложнее, чем на Go. Go очень простой язык. Примерно 500 строчек кода. Мы не индусы, но тем не менее. Написан за две недели. То есть примерно две недели я читал код на Go и примерно две недели писал прототип. Теперь некоторые цифры. Если мы сравниваем, опять же сравниваем без транскодинга, это очень тяжелая операция, с Nginx RTMP модулем, примерно в 10 раз Go получился медленнее. В 10, иногда в 15. Это кажется большим числом, но надо учитывать, что у нас на продакшене для прототипа был включен Race Detector. Про него я расскажу чуть позже. В абсолютных цифрах CPU вырос 0,5% на сервер до 5%. Все остальное съезд транскодинг абсолютно не страшно. Мы решили, что это приемлемо и наверное Race Detector мы и в продакшене не будем выключать. Может выключим. Отдает 2-3 гигабита. То есть принимает 200 мегабит достаточно легко, отдает 2-3 гигабита в нашу сеть CDN. Нам нужно до гигабита по факту использования. Тоже кажется, что запас есть и причем достаточно большой. Прототип в принципе посчитали удачным. Так, теперь что мы делаем с прототипом после того, как написали? Мы его выкидываем и начинаем писать нормально. Интеграция, логирование статистика. С логированием и статистикой нам повезло. У нас инфраструктурная часть, которая отвечает за логи и за продакшен статистику, написана на Go коллекторы, поэтому интегрировались мы примерно за полчаса. Нам повезло, у нас все хорошо. Отказываемся от взаимодействия через HTTP, потому что, наверное, негоже ходить с авторизацией в собственный сайт и что-то там запрашивать, да еще и проверять, мы ли это. Перешли на свои асинхронные очереди. У нас есть движок очередей. Про них я чуть попозже расскажу тоже. Как подключать транскодинг? На этом этапе у нас было два варианта, даже три варианта. Первый вариант – это подключить через родные биндинги C. Мы от него отказались. В основном из-за страха. Библиотеки lib.fmpeg и библиотеки транскодирования иногда странно написаны, иногда они подглючивают. Очень не хотелось отламывать соседние стримы на одном сервере из-за того, что что-то пошло не так в одной из библиотек. Второй вариант – это поднять рядом демон и в него ходить за транскодингом, образно говоря, по HTTP, по любому бинарному протоколу, неважно. Ну и третий путь, самый простой, который мы в итоге и выбрали. Мы просто запускаем на каждый поток транскодер рядышком с нашим go-demon и общаемся либо через сокет, либо просто через stdin и stdout с простейшим бинарным протоколом. И необходимо причесать инфраструктуру сборки. У нас развелся некоторый зоопарк, пока мы там всякие прототипы запускали, в том числе и логирование, статистики, и людям понравилось писать. В общем, инфраструктура была уже в странном виде. Про свои очереди. В принципе, у нас нет проблем с интеграцией с нашими очередями, но мы столкнулись с несколькими вопросами. Во-первых, у нас собственная бинарная схема. Как общаться? Можно сделать автоматическую генерацию по схеме. Для этого пришлось бы писать парсер схемы, генератор кода, отлаживать его очень не хотелось. Маршлинг руками. Вот примерно так это и было реализовано. Взяли и просто скопипастили для каждого поля необходимый метод. Очень удобно, хорошо нам понравилось. Можно перейти на теги или теги плюс генерация кода, то есть доработать через рефлекшн алгоритм генерацию необходимых полей, маршлинг-ан-маршлинг сделать. Возможно, мы к этому придем, возможно, нет. То есть я не уверен, к чему мы придем. Инфраструктура и сборка. До того, как мы начали ее причесывать, у нас был go-dep, был деп, не было фактически вендоринга. Иногда был, но через непонятные вендоровские решения. Иногда это было просто скопипашено и закомичено. В принципе, хаос. Ну, решили идти по пути от непонятно к чему в деп и потом далее куда-нибудь. То есть сейчас мы как раз находимся в точке, где у нас деп. Мы причесали нашу инфраструктуру, перевели все на менеджер пакетов деп, на вендоринг. Возможно, дальше мы пойдем еще куда-то, но, скорее всего, не скоро, потому что закончили мы причесывать примерно, наверное, месяц назад. Хотелось бы полгода просто пожить и поработать с этим. Из плюсов наш отдел эксплуатации был счастлив, у них есть повторяемость сборки, все очень хорошо. Один бинарничек, один деп пакетик раскатали, если надо, сборку перезапустили. Из минусов, когда нужно заапдейтить зависимость, мы скачиваем наш репозитарий, делаем деп и шоу минус-минус апдейт и потом коммитим заново. Это, конечно, минус, но с этим можно жить. Что в Гоу не понравилось? Я думаю, все знают эту картинку. Это ужасная картинка. Ты копипастишь код, копипастишь код, копипастишь код. В принципе, через две недели к этому привыкаешь, через три недели это уже начинает даже нравиться. То есть можно легко поменять поведение типа просто парочкой строчек. Опять же, не надо думать. Это хорошо. Второй момент. Многословность. Это ужасный момент, я считаю. Вот примерно треть кода занимает вот это. Причем выглядит оно примерно одинаково. Иногда сюда еще добавляется логирование, и это уже совсем неприятно. Но тоже через некоторое время, как баннерная слепота, ты просто это пропускаешь, есть и есть. Все хорошо. Хочется отдельно заметить, что у нас когда-нибудь, я надеюсь, будет Go 2.0, и в нем эти два момента будут учтены. Абсолютно непонятно, ни сроки релиза, не будут ли они точно учтены, но я надеюсь, что будут, потому что без этого слегка больновато жить и больно работать с библиотеками. Так, про библиотеки. Отдельно хочу заметить работу со сторонними библиотеками. Поддержка. Скажем так, наш кейс, он не типичный для Go, то есть он не укладывается в паттерн, там, запрос, ответ, что-то получили, обработали, отдали дальше. У нас достаточно длительный медиапоток. Во-первых, это медиа. Во-вторых, оно живет там час, два, три, десять, пятнадцать, двадцать. И, в-третьих, обработка там такая потоковая реально получается. Поэтому библиотеки для медиа поддерживают весьма условно, как я уже написал. Например, мой патч от NART, наверное, еще до сих пор висит в состоянии, его никто не смотрел, причем этот патч, он реально чинит сломанную функциональность, достаточно важную. Иногда всплывают неожиданные вещи. То есть в плюсах, это моя плюсовая привычка, ты читаешь код и из интерфейса ты обычно понимаешь, что можно делать, что нельзя делать. Go в этом смысле очень слабо выразительный язык. Тебе дали что-то, не очень понятно, можно с этим жить, надо это скопировать, вообще ничего с этим нельзя делать, только посмотреть, можно что-то поменять, нельзя что-то поменять. Дизайн библиотек очень монолитен. Это так. Для того, чтобы вытащить понравившийся кусок кода из библиотеки, проще его, наверное, скопипастить себе. Опять же, для того, чтобы эту часть хорошо изолировать, нужно затратить много времени, и тогда библиотека становится слегка сломанной. То есть начинает выглядеть так себе. Как пример, вот, например, MuxRouter, я думаю, что много кто пользовались, мне там понравилась система regex. Я захотел ее использовать немножко в других целях, посмотрел внимательно на то, как она реализована, понял, что я не могу просто взять ее заиспользовать. Мне надо ее просто взять и переписать, потому что там все завязано на интерфейс, и еще на что-то неприятно. Итого, теперь положительные моменты. Начинаешь писать через неделю, это важно. После PHP, изучения PHP, изучения Python такого начального, изучения плюсов, изучения C на Go, начинаешь писать очень быстро. Это очень простой язык, он не дает писать тебе сложные вещи. Очень мало опечаток, функционал пишется быстро. Когда пишешь, вообще не думаешь про код. Можно писать просто про логику, про то, что ты делаешь, как оно будет работать, а совсем не про то, как это надо написать. Это очень приятный момент в языке. Очень просто рефакторить. На самом деле GoLang и GoLang и DE – это первая связка, в которой я могу взять и переименовать переменную. И я уверен, что оно заработает. Когда я делаю это в PHP, я еще отсматриваю руками всегда. Когда я делаю это в плюсах, я тоже отсматриваю руками. Когда надо переименовать метод или что-то еще, приходится отсматривать. В Go и, собственно, в DE, которые предназначены для редактирования в Go, это делается и делается очень просто. То есть пишешь код, не задумываясь, рефакторишь, называешь, как тебе удобно, все хорошо. Самый важный момент – очень просто отлаживать. Тут я немножко расскажу про race detector. У нас код на Go сейчас в продакшене крутится с race detector. Чем это хорошо? Много людей на плюсах писали? Окей. Я думаю, вы меня поймете. Мой личный рекорд по плюсам – это короб памяти, который положил сервер, ну, демон, через три дня. Это неприятно отлаживать, потому что абсолютно непонятно, что произошло. С Go с этим намного проще. Можно допускать такие ошибки, не надо их бояться. Просто запустите с race detector на тестах и на продакшен трафике. Когда там что-то произойдет, будет очень хорошая диагностическая информация. Вы пофиксите это буквально через 15 минут. Вот на Go у меня занимает это 15 минут. Еще два момента, которые тоже в плане Go очень важны. Во-первых, просто деплоить. Один бинарник, один пакет, один репозиторий. Отдали админам, админы раскатали, никаких проблем. Идеально писать небольшой изолированный функционал. Просто. Тут без слов, я считаю. Если демон до 10 тысяч строчек, можно писать на Go. Если он 100 тысяч строчек, наверное, вы делаете что-то не так. Ну, а может и можно, я не знаю. Я не видел больших проектов на Go больше, скажем так, 10 тысяч строчек бизнес-логики. Это странно. Итак, что мы получили в итоге по нашей инфраструктуре? Во-первых, она стала простой. У нас на сервер теперь деплоится только один пакет. Это ГОшный пакет. Ушла связка PHP, транскодера, NGDX RTMP. Все это ушло. Больше нет людских ошибок в плане администрирования. Нет ошибок кода, нет ошибок совместимости. Все стало очень хорошо. Локализация проблем. Как я уже говорил, race detector минуты вместо часов. То есть, если до этого необходимо было потратить час, два, три времени на то, чтобы просто локализовать проблему, сейчас на это уходят минуты. Второй момент. Это опять же про race detector. Он мне очень сильно нравится. Вы можете принимать мерч и квесты, просто посмотрев на код. Вы смотрите на код, понимаете, что он там не залезает, куда ему не нужно. Да, возможно, он не самый хороший, возможно, у него проблемы по перформансу. Вы его запускаете в частичку продакшена, смотрите, что нет race ошибок, нет ошибок race condition. Смотрите профайлер, который на пройде запущен, что там тоже все хорошо. Очевидно, код работает. Тесты прошли, тестировщики довольны. Профайлер и race detector показывают, что все ок, можно пускать в продакшен. Из радостных проблем, вернее, из радостных вещей проблем в эксплуатации пока не обнаружено. Мы еще не раскатили целиком на всю инфраструктуру, но, тем не менее, даже то, на что мы раскатили, уже показывает, что в эксплуатации проблем нет. То есть ни одной ошибки пока ни админы, ни мы не допустили в плане эксплуатации. Служба поддержки пока не приносила никаких замечаний и тикетов именно по этому функционалу. Нам нравится. Поскольку нам понравилось, мы, соответственно, сейчас запускаем транскодинг в очень ранней альфа-версии. Пока тоже все хорошо, работает, но в продакшен мы еще не запустили. Собственно, это все. Все. Всем спасибо. Михаил, спасибо за доклад. Мне вот хотел спросить, а чем вы, какой IDE пользовались, когда писали на пыхе? Еще раз. Когда писали на пыхе, какой вы пользовались IDE? А, в AppStorm. Тогда непонятно немножко ваш вот этот вот про то, что там неудобный рефакторинг. Чем рефакторинг в Go IDE так прям великолепен, что рефакторинг в Storm вам не понравился? В первую очередь типизация на самом деле. То есть в пыхе можно что-нибудь недотипизировать очень легко. А инспекциями кода вы пользовались? Стат анализ? Не весь код идеален, скажем так. То есть не идеальный гошный код все равно намного проще рефакторить, чем идеальный код на PHP. Возможно, идеальный код на PHP рефакторить так же просто. Я не знаю, я просто не встречал его. А вот плохой код на Go намного проще делать хорошее, чем плохой код на PHP. Вот это точно. Вот на мой взгляд. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос про копипаст методов. Вы не пробовали, допустим, использовать функции высшего порядка или там разложить весь функционал по пакетам и как бы использовать экспортируемый интерфейс? Да, пробовал. Честно скажу, пробовал. Мы пробовали некоторые вещи переводить на интерфейсы, иногда использовать свитч по типу в кошке, иногда функции высшего порядка. Некоторые штуки заработали, а некоторые существенно переусложнили код. То есть мы выбрали скорее сделать проще, если уж совсем приспичит, подумаем, как избавиться. Понял. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос такой. В чем заключается работа вашего сервиса трансляции? То есть вы получаете какой-то входной поток и во что вы его перемалываете? Это HLS или еще что-то? И в общем, и как вы это отдаете пользователям? Спасибо. Входящий поток у нас RTMP поток. Отдаем пользователю. Раньше мы отдавали RTMP, сейчас от него отказываемся. Сейчас мы отдаем HLS чанки, в том числе через транскодинг. Отдаем мы через нашу систему CDN. Там нет никакой магии, все достаточно просто. То есть библиотеку используем сейчас стороннюю, ну именно для приема и перемалывания в чанки HLS. Сейчас мы ее переписываем на свою, нельзя сказать, вернее, переписываем. Мы вытаскиваем нужные части и дорабатываем их, избавляем от багов и добавляем функционал. Возможно, это будет уже другая библиотека через некоторое время. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Ты говорил, что вы бы выбрали RTMP, если бы не был бы таким, ну у него минус, то что он модуль Nginx. Вопрос в чем так не угодил Nginx. Спасибо. Мне очень нравится Nginx. Я очень люблю, и более того, я люблю код Nginx. Он достаточно просто и хорошо написан. Проблема в том, что, на мой взгляд, опять же, что RTMP и само понятие стриминга очень плохо ложится на архитектуру Nginx. Например, у Nginx это разные процессы, физически разные процессы. И очень тяжело синхронизировать между собой. Для стриминга это важно. Раскидать по ядрам и тем не менее синхронизировать. Например, вы не должны обрабатывать одновременно два потока одинаково. То есть, ну, клиент ошибся, начал стримить с двух устройств в одну, в один endpoint. Вы должны какой-то из этих потоков отбросить. На Nginx это сделать достаточно тяжело. Опять же, у Nginx есть свои, скажем так, неявные требования. Он налагает сильные ограничения на код. Иначе это получается уже не модуль Nginx, а просто что-то другое. Вот конкретно в случае Nginx RTMP модуля получилось что-то другое. То есть Nginx там есть, но кажется, что он там просто лишний. Не то, что Nginx там плохой, он там лишний, скажем так. Спасибо за доклад. Расскажите свой самый страшный сон с FFmpeg. Страшный сон с FFmpeg? Да. Мне кажется, что это в принципе страшный сон. Ну, вообще, вы указывали библиотеку, которую используете. Там было Joy 4 и говорили, что как там оно не поддерживаемо вообще разработчиками. Так вот, если говорить про FFmpeg, он тоже очень не поддерживаемый, потому что ИШик нам висит с 2012 года. Такая тьма. Мы очень много в FFmpeg дорабатываем для себя и кладем в свой репозиторий либо патчами. То есть все страшные сны, они у нас потихоньку проходят и оседают у нас в виде наших собственных патчей. А у вас собственный форк? Ну, не то чтобы форк, скорее патчи есть, да. Но самый страшный сон, например, что мне не понравилось в FFmpeg, то что можно, например, через медиапоток получить удаленный запуск кода. Мне это очень не понравилось в FFmpeg. Мне кажется, он себя так не должен, медиаконвертер себя так вести. Это нехорошо с его стороны. А Joy 4 вы для чего используете, чтобы MPEG-тест парсить? Joy 4 мы использовали, когда писали прототип, для того, чтобы принять RTMP и нарезать начанки. Собственно говоря, как только прототип закончился, мы начали уже дописывать, дорабатывать его. И думаю, скоро вытащим оттуда весь необходимый функционал и Joy 4 тоже, соответственно, поменяем. Ну, на самом деле в Joy 4 вообще ужасный код. И если вы хотели посмотреть какую-то библиотеку стороннюю, то лучше посмотрите на Go.ts. Я смотрел и на Go.ts, и на Joy 4. Чем мне понравился Joy 4? Он там очень тупой код. Он местами действительно очень ужасный, но он очень тупой. И было понятно, что на этапе прототипа это важно. Очень быстро поправить, если что-то пошло не так. Поэтому, ну, скорее всего, у нас будет своя библиотека по коду. То есть, возможно, и используем еще что-то. А вы чанки транскодируете индивидуально или весь поток и потом нарезаете? Нет, мы принимаем поток, транскодируем его и потом режем на чанки. Ладно, спасибо. Здравствуйте, Михаил. Большое спасибо за доклад. У меня вопрос в двух частях. Первый. Вы читали про паузов по второму, про вот эти вот решения? Я его читал так, слегка. Ну, то есть, я внимательно посмотрел примеры, как они предлагают использовать. И мне, в принципе, понравилось. Ну, тогда второй тоже отметил. Спасибо, раз понравилось. Здравствуйте, спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что выбирали, когда между C++ и Go. Вы решили, что вам GoLang хватит с запасом. А по какому принципу вы к этому пришли? Спасибо. Очень просто. Мы посмотрели, сколько занимает транскодирование потока на нашем сервере. То есть, 95% ЦПУ это транскодинг потока, а не его мюксинг, демюксинг и, соответственно, нарезка на чанки. То есть, за транскодирование все равно у нас запускается отдельный бинарек, который там работает с библиотеками транскодинга. То есть, он написан на C++, там вот куда-то туда. Но там это очень маленькая часть кода. А большая часть кода, которая обязана работать не очень быстро, на Go очень хорошо работает. Поэтому просто посмотрев на то, что занимает у нас процессорное время на серверах. Все. Было просто. Спасибо за доклад. У меня, на самом деле, два таких вопроса. Первый вопрос касается вот дженериков, то, что вы говорили, что там неприятно с этим работать. Я хотел бы уточнить, а почему вы не использовали коды генерацию, ну и, собственно говоря, работу через полиморфизм интерфейс в это раз. И второй вопрос про статистику. Вот куда она у вас отправляется и в каком формате она вообще кладется. Что это такое? Спасибо. Да. Про первый вопрос все просто. Как уже фактически ответил, просто выбирали. Коды генерации мы рассматривали, рассматривали интерфейсы. Все очень просто. Проще скопировать четыре раза, чем заставлять человека, который читает код, вдумываться, что это за интерфейс и зачем он здесь. То есть в основном это вопросы review. То есть когда мы, наверное, скопируем раз 30, наверное, мы сильно задумаемся, что надо бы и дженерики, и интерфейсы, и кода генерации. А сейчас не задумываются. Проще скопировать. То есть исключительно из-за простоты. Я же говорю, на третью неделю мне понравилась копипаста, я проникся этой идеей. А, про статистику. Ой, это на самом деле достаточно сложная часть. Со стороны Go все просто. Мы отсылаем события с какими-то тегами, дальше оно попадает в гошный коллектор, дальше оно там попадает еще в один коллектор, и потом на текущий момент мы складываем в кликхаус это. И потом уже из кликхауса вытаскиваем нужные нам метрики. Приблизительно так. Но мы иджик. Здравствуйте. Вопрос у меня такой, не конкретно по этому докладу, а может быть просто по использованию Go. Язык уже достаточно, ну, если не зрело, это уже достаточно давно присутствует. С 2009 года уже достаточно много внедрено на нем, много успешных проектов сделано. Но, тем не менее, все равно у команд разработчиков есть некоторая настороженность при использовании, при выборе Go для каких-то решений, вот уже третий доклад, и в вашем докладе это где-то немножко проскользнуло, что вот давайте, вот это какая-то авантюра, давайте, может быть, чуть-чуть попробуем. С какой-то предупрежденностью, может быть, настороженностью команд разработчиков вот к этому относится, к внедрению проектов, к решению, к каким-то решениям на Go. Как вы думаете, с чем это связано и с чем это было связано именно у вас? Ну, я не могу сказать, что мы с большой настороженностью относились к Go. У нас, в принципе, это немножко такое решение было важное. То есть либо мы это делаем, либо мы это не делаем. Скажем так, если бы мы запускали это на Java, это было бы такой же авантюрой. Если бы запускали на C++, ну, примерно такой же авантюрой. То есть я не могу сказать, просто Go очень молодой язык, и, например, на C++ было точно понятно, что мы это напишем, потому что экспертиза есть. На Go экспертиза существенно меньше, поэтому выглядело чуть-чуть авантюрнее. Вау. Это очень тяжелый выбор. Так, я хочу отдать человеку, который спросил про копипасту, интерфейса и кодогенерацию. Это… Можете поднять руку или встать? Вот, 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 давай. Да, да. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ because of the